Здарова народ! Вы часто спрашиваете, как там дом, как пережил зиму. Сегодня будет такое проходное видео, но я чуть-чуть расскажу, что как там в доме, как фундамент. Погнали! Привет! Ссылочка на канал будет в описании. Всем к просмотру! Ну что ж, пойдемте посмотрим отчасток. Смотрите, как сейчас весьма красивый здесь. Яблоньки рассвели. Хожу, что я их не сбилил, хотя очень хотел. Так, сейчас, секундочку. Когда солнце, крыша красиво смотрится. Ну, пойдемте посмотрим, как там дом после зимы. Все зелено, все красиво. Ну, этот старенький домик я в этом году снесу, здесь будет чистенько. Вот в этом углу в планах мастерскую поставить. Вот тут вот подварчик маленький сделать. Либо вот тут, либо вот здесь. То есть мы пока не решили, будет веранда или беседка. Надо делать площадку, чтобы поддержать свою форму. Спинка не хрыстела. Ну, скажем, на двери вот я уже, конечно, обходил дом. То есть переживал я, приезжал, смотрел. Скажу сразу, чтобы здесь смотреть. Трещины есть. Я их покажу. Диме тоже покажу. Вот закладные под электричество, под воду. То есть некоторые спрашивали, не видели. Все здесь есть. Вот канализация, 3,5 метра от дома. Закладные под электрику и под скважину. Ну что ж, пойдемте посмотрим по фундаменту. Тут нигде трещин нет, я смотрел. Единственное в четырех местах с июня 2019 года. Вот такие вот есть места. Вот, причем только первый ряд. Что это такое, я не знаю, может кто расскажет. Но вот на самом вот этой ленте, которую я заливал, на самом фундаменте, ничего такого нет. Что это такое? То есть, возможно, цемент осел. Причем есть только в четырех местах, то есть не везде. То есть выборочно, скажем так. Что это такое, то есть я пока не могу сказать. Может узнать, подскажет. Немножко проседание было. Что касается по окнам, там писали мне, что у тебя окно треснуло. Я смотрел, вот, бегал по дому. Я же говорю, это была пленочка. Все окошки целы. Слушайте, как все красиво тут. Скоро здесь все будет в газоне. Вот тут такая же ситуация. Тут второе место. Вот тресинка. То есть я не знаю, от чего это. То есть, ну выше нет. Это вот у меня в июне, если было в июле. Я боялся, переживал, дальше не пошло. Так. Где у нас тут что еще? Ах да, вот еще одно место. Посмотрите. То есть что это такое, то есть я не знаю. Но было это вот в мае, когда я собрал первый ряд. Когда начал делать второй, третий. Когда я стал делать третий, я заметил, что вот такие места есть. То есть в интернете смотрел, то есть никто не знает. Все говорят, что у тебя фундамент побежал. То есть трещина дальше и будет расти. Не знаю, ничего не подтвердилось. Ну ладно, пойдемте внутрь. Ну что, по участку я в принципе все показал. Площадка будет. Площадка будет. Мастерская. Подснос. Газончик. Металл продам. Остатки газоблока. Найду куда здесь. А вот это уже я побирался. Ну, добро пожаловать в разруху. А это сбережение то, что я за зиму смог получить, урвать, одолжить, договориться. Находится излишки стройматериала. Люди поотдавали. В принципе, планы на будущее поставить, эти перегородки сделать. Я их вот наживил уже. Проект позже покажу. Закинул доски, то есть черновые, на потолок. Все. И пошла отделка. Инженерия. Так, что касаемо внутри. Внутри трещин нет. Но кое-что мне удивить вас есть. Так, если я не упаду, то это видео выйдет сегодня. О! Так. Ну что ж, полезли наверх. Так, только бы не навернуться. Оп! 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 И мы наверху. Так. Ходить по балкам вроде бы не разучился еще. Так. Ну что ж. Расскажу, что тут как. Аааа, да зимой мне было скучно. Я пару раз приезжал. Сделал себе мембрану. Натянул. На рейки. Рейки пять на три. А сверху будет у меня OSB. вот тут могу показать то есть в плане вот видишь ну то что был там воздух что продувалась а сверху вот на пароизоляцию стекло тут закину посоветовали 150 200 миллиметров ладно показывают вещи на свои смотрите сразу учтите мою ошибку вот тут над окном надо к нам так свет приди а так вот и свет видите трещины кит непонятные склейки это так выглядит окно то есть надо к нам это все вот что-то не хочет камера фиксироваться а вот поймал видите откуда это что это сейчас расскажу даже покажу смотрите то есть у меня находится над окном вот здесь армопояс вы помните то есть когда я заливал несъемную опалубку цемент с арматурой получилось некоторых местах что цемент получился ниже чем сама несъемная опалубка так то есть цемент застыл опалубка осталось там на пол сантиметра то есть на чуть-чуть но повыше когда салатой балки этот касс вот в этом месте тот сам момент вот эта балка на ней лежали доски очень много она начала давить со всей своей силы на получается не на армопояс а вот на этот кусочек опалубки и выломала его треснула то есть вот тут и пошла трещина и вон там пейте куском то есть я увидел что трещина я сначала подумал что это то есть армопояс треснул прощай дом и рукожоп то есть я потом залез сломал эту всю опалубку этим куском получается и проверил целостность армопояс армопояс вообще не царапинки то есть этот как раз из-за того что сказать так по-русски газоблок же нельзя на цемент клеить правильно на клей специальный клеют а то есть он был на цементе и его при нагрузке вот цемент от себя легко оторвал поэтому легко ответственно оторвало и расцепилось то есть я полностью выломал оголил наш чтобы был горлый армопояс взял клей пену нанес клей пену и все это посудил обратно то есть это распоры и все заверну и в принципе потом пробовал оторвать оторвать уже нельзя но на будущее вам совет если будет делать армопояс с несъемной опалубкой старайтесь чтобы армопояс был вровень с газов с этой опалубкой началось будет вот такие неприятные моменты сам армопояс целый трещин нет причем это случилось только в этом месте потому что я думал что пол сантиметра то есть не критично но ведь ошибся в остальных местах тоже лежали доски где были то есть стыки вот здесь был стык вот тут и был стык по тем странам тоже самое было но там армопояс был вровень с несъемной опалубкой поэтому нигде ничего не порвало а вот тут и был косячок да с улицы очень хорошо видно так если сейчас выйду не упаду начать тоже увидите опа один не откроется как только не изгомызишься кому-то херовато походу походу вчера отметили хорошо ты ладно показываю смотрите видите вот над окнами опалубку подвязывал лентами специальную доску населял да не пугайтесь это было еще до крыши я потом просто забил большой болт потому что это буду все утеплять так ну то есть скажем так 3 сантиметра для опалубки мало у меня армопояс был 20 на 30 его немножко видите провалю вот это было очень сильно порвало то почему такой неровный сейчас просите да говорю сразу когда стало то есть рвать я потом сцеплял такими этими типа стяжками специальными которые большие товары скрепляют чтобы удержать эту конструкцию да то есть выглядит конечно не эстетично согласен ну ничего это все я потом могу в принципе разобрать еще раз сделать и просто разобрать и тогда уже просто пеноплекса там же то есть голый бетон ну в принципе вот и все ну в заключении дом зима пережил фундамент уже два года получается стенам один год ничего не треснуло то что было при закладке так и осталось единственно вот над окнами там но я потом разберу все поменяю и будет нормально красиво сам самосрочек лёха через неделю видимся если конечно до живого